добрый день уважаемые коллеги сегодня мы с вами поговорим о библиографических описаниях электронных ресурсов но так как тема достаточно многообразно и обширно понятно что за один час мы ну как всегда чуть побольше но тем не менее мы все охватить не сможем чисто физически поэтому мы останавливаемся с вами на том что было заявлено в анонсе это библиографические описания видео ресурсы на какие-то записи вебинаров и мультимедийные ресурсы посмотрим онлайн курсы и подкасты почему выбор именно в сторону этих электронных ресурсов ну потому что в самих гостах про них мало что сказано там есть видео записи художественных фильмов мультимедийные ресурсы в гости 2018 года библиографической записи библиографическое описание там мультимедийные ресурсы имелось ввиду что-то сделанное на сидели на dvd диски а если выложено в сети интернет а тогда что с этим в новом гости по ссылкам на электронные документы было представлены в сети в информационной телекоммуникацию размещенных в информационно телекоммуникационных сетях но по-русски говоря сетевые ресурсы по простому там тоже этим вопросам уделено мало места и уж по крайней мере точно нет готовых так как мы любим нам бы схемку аль чертеж мы затеяли вертю что дайте мне готовую схемку и я переверну весь мир а вот этого нет поэтому нам приходится на основании положение гостов пунктов гостов обложиться документами и на основании этого самостоятельно формулировать составлять библиографический схем библиографических описаний и на основании этого уже там собирать какие-то примеры вот такой вариант это не не простая нелегкая задача особенно если мы говорим о не библиографах а наш цикл как раз и идет библиография для не библиографов им то как в этом случае быть вот хотелось бы какие-то готовые вещи от чего оттолкнуться или ими пользоваться или доработать и уже применять в своей практике вот такие сегодня мы вещи с вами и посмотрим свою задачу сегодня я вижу в том чтобы показать вам как это делаю я да и исходя из чего я формулирую так или иначе то или иное библиографическое описание а вы уже можете либо принять эту точку зрения либо сказать не а татьяна вектор вот здесь вот это не не целый ресурс а составная нет это не отдельный том это можно провести аналогию с отдельной головой книги и тогда по-другому выстроиться библиографическое описание ради бога это очень даже хорошо но самое главное что прежде чем предложить какую-то схему или образец описания вы сами должны понять чего откуда взялось как оно там оказалось и исходя из чего выстроилась та или иная схема немножко расшевелить мозг вот такая тренировка для мозга вижу вопрос и ирина барсова про презентацию до презентация чуть ближе концу я вам скажу скачать можно будет поэтому не не волнуйтесь презентация будет вот основные схемы таблички полезности они там будут какие-то красоты нет извините но нет красоты сами сможете нарисовать и таким образом я вам готовила материал для скачения что вы можете вы слегка трансформировав на его основе создать например свою презентацию под свою специфику если вас историко-архивный институт например и там отделение литературоведения или факультет то конечно у вас будет другой набор и видео сюжетов и описание другие источники и лучше их подгонять под то чем обычно ваш студент как раз и пользуется если технически вот там будет что-то совсем другое самое главное смысл и суть и так библиографические описание электронных ресурсов нашли мы подходящую чего все начинается того что мы нашли какой-то подходящий видеосюжет ну например смотрели мы видеозапись лекции и вдруг о вот как раз то что мне в моей работе может пригодиться в статье или в вкр или в магистрской или где-то еще в студенческой магистрской работе работе аспиранта что мы делаем сразу хватаем ссылку из адресной строки раз поставили ну в лучшем случае url добавили иногда бывает и без него все мы сделали описание что это кто это откуда это высылаетесь на весь ресурс или на его составную часть или там было буквально пара предложений которые вот прям самое оно а где в начале в середине в конце ничего не понятно мало того ссылки еще имеют тенденцию биться как говорят битая ссылка переходим по ней а там совершенно другой материал чего вы цитировали что вы упоминали становится непонятно и есть еще один момент то есть надо как-то правильно оформить но прежде чем правильно оформлять нужно обратить внимание вот на эти несколько моментов которые сейчас у нас на слайде есть первое обязательно с чего все начинается обязательно нужно согласовать вопрос посмотреть в методичке или проконсультироваться с научным руководителем разрешается видео материалы записи видео докладов видео конференции видео лекции вебинары или другие какие-то ролики или ссылки на мультимедийные ресурсы разрешается ли такие виды ресурсов использовать своей работе или нет с чем это связано ну во первых то о чем мы с вами говорили это ресурсы изменяемые то есть даже на мультимедийный ресурс который просто размещен на сайте не является официально изданным например учебником мультимедийным если он официально издается да он также размещается на сайте но у него есть номер у дк ббк и сбн вот в этом случае менять ничего в этом ресурсе уже нельзя то есть это как него издали и все у нее просто другой формат существования но если я просто положила материал вот курс да наш по библиографии библиографии для мультимедийным мы им пользуемся все а для следующей группы по этому же адресу будет может быть совершенно другой материал или качественно переработанный что-то дополнится что-то уйдет я могу менять даже по ходу курса могу менять материалы отдельные блоки там вот это будет электронный ресурс есть два момента вы на него ссылаетесь а там что-то поменялось взяли видеофрагменте там какой-то кусочек вырезали а вы как раз на него и ссылались а его нет вот и все поэтому очень осторожно ну и конечно же достоверность научность да и прочие важные моменты что это за ролик где он выложен кем он выложен это все тоже имеет значение именно поэтому очень осторожно скажем относится к использованию таких ресурсов и поэтому лучше начать с того чтобы выяснить заранее этот момент посмотрите свои методички поговорить с научным руководителем можно нельзя в каких случаях есть лучше когда мы без этого обойтись не можем если предмет вашего исследования это например особенности коммуникации в профессиональных группах в социальных сетях там преподавателей психологов еще кого-то например вы не сможете обойтись без использования этих ресурсов или особенности взаимодействия лектора и аудитории там преподавателей аудитории во время проведения вебинаров без записи вебинаров вы не обойдетесь или особенности организации видео лекции опять же вы будете пользоваться записями чтобы показать результат работает позитивные линии очень вот здесь вы никак не сможете обойтись без этого но в этом случае эти ресурсы становятся источником для вашей работы они литературы список использованные литературы вот туда они не пойдут у вас будет дополнительный список или в этом же списке делается дополнительный раздел использованные источники то есть то с чем я работаю это источник и вот тогда их туда можно поставить если же а вот использованная литература это те люди которые изучая эти источники делали свои выводы написали там свои рецензии статей книги и мы на них тоже ссылается вот это уже как бы научная составляющая литература ну как слово о полку игореве если вы пишете работу аню то это будет источник а вот статьи и книги дмитрия сергеевича лихачева где он разбирает слово о полку игореве это уже будет литература ловили разницу вот поэтому это вот такой есть хитрый момент как эти видео источники в качестве чего можно использовать но тогда вы их используете именно как источники на основании этого материала вы делаете свои выводы вы их изучаете и вот этот момент тоже нужно с научным руководителям разобрать обсудить и так далее но бывают и еще исключения например нигде больше это высказанная какая-то мысль гипотеза или еще что-то она еще может быть еще не опубликована может быть автор когда-то и попозже чуть-чуть опубликует виде научной статьи тогда мы ее поменяем научную статью но пока он об этом впервые заявил на конференции а все доклады конференции существуют в виде презентации ну конечно хорошим должен быть сборник материалов конференции ну вот окей у нас вот такой экстремальный случай где-то он об этом сказал и больше мы нигде не можем найти аналога вот тогда да нам придется на это ссылаться тогда может быть в виде исключения но опять же он пойдет в раздел не в раздел электронные ресурсы и вот туда мы его включим поэтому первое мы согласовываем выясняем и смотрим второй момент если опубликованный аналог текстовый текстовый аналог вот этого самого сюжета например у нас была лекция видеозапись лекция а может быть он существует в виде конспекта или издан конспект лекции тогда мы лучше возьмем лучше взять его если нет то тогда идем по схеме во первых проверяем сам информационный ресурс насколько уместно вставить его в список литература если у вас замечательная лекция уважаемого профессора все прекрасно и чудесно но этот ролик вы нашли на развлекательном портале ололо вы ссылку на него будете давать своей работе вот реально у меня студент так принес развлекательный портал причем студент православного вуза это как вы представляете что будет на защите да и вам и мне прилетит мало не покажется что за развлекательный портал боже мой давайте искать смотрите на сам ресурс где расположен не только сам ролик но и сам ресурс что это за ресурс насколько ему можно доверять ну и вообще насколько уместно и целесообразно его вставлять эту ссылку на этот ресурс свой список хорошо все определили ресурс хороший все замечательно идем дальше определяем нужно ли нам описание целого ресурса или составной части то есть будем ли мы делать описание на весь ролик либо нас интересует только какая-то фраза показанный слайд или фрагмент фрагмент из этого ролика определили еще одну вот это фактический чек-лист который нужно перед тем как бежать делать библиографическое описание для себя так кратко запомнить а что я отсюда беру ага вот после этого мы составляем библиографическое описание либо на целый ресурс либо на составную часть а как это делается на предыдущих вебинарах мы с вами тоже смотрели и пятое обязательно сохраняйте либо скриншот либо файл найденного источника ссылку хорошо есть несколько ссылок он размещен в нескольких местах например и на youtube и на сайте и где-то еще в sdo лежит вот все эти три ссылки сохраняйте потому что кто что-то где-то в одном моменте исчезла и все и у вас ресурс то нет на что ссылаетесь да а так вы просто можете поменять ссылку или всегда это ресурс найдете ну или в крайнем случае сделать скриншот что экрана вот как сегодня например посмотрим скриншот видео в записи вебинара выложены на youtube и сразу видно что это запись вот ее название вот она выложена на youtube вот она даже если она потом исчезает то конечно править она конечно придется но у вас по крайней мере остается подтверждение того что это существовал а не так что ничего то придумали сами и составили а ссылка потом вдруг пропала иди ищи поэтому лучше вот такие подтверждения сохранять но иногда делают такой пиратский вариант захватом экрана пока идет там вебинар или видео лекции и и записать но весь экран чтобы видно было не только окошко со спикером а весь экран что это было на ютьюбе вот ее адрес вот эти вот вещи окружающего сайта чтобы не тоже в записи попали но здесь очень осторожно вы не сможете эту запись куда-либо вгружать показывать размещать делиться в соцсетях и прочее в мессенджерах прочее прочее это только лично для вас как подтверждение того что эта запись существовала и вот она была на экране может быть даже скриншота в этом случае достаточно вот как вариант имейте ввиду чтобы подтверждение было но опять же если возникают вопросы как сделать описание по имеющемуся скриншоту это легче сделать и по ссылкам итак мы разобрали прошли весь этот нелегкий путь ну и фактически вот этот по этому алгоритму мы собрали все нужную информацию кстати это же правило и этот же алгоритм действий работает и для других электронных ресурсов и для докладов выступлений на онлайн-конференциях медиа ресурсов вебинаров вот с этого начинается ну и конечно же для статьи статьи сайта вот три вопроса которые у нас сегодня с вами на повестке вдобавок к тому что было в анонсе начнем с вами самого простого такая разминка статьи сайтов и из блогов тоже очень часто используем тоже очень часто в нашей списке работы они попадают и поэтому я ее добавила ну уже после того как был готов анонс нашего вебинара к видео записи мультимедийным ресурсам еще и статьи сайтов из блогов потому что есть различия в этих статьях и очень часто их путают делают не совсем не совсем так как надо статья из сайта или статья журнала а какая разница по форме небольшая а вот по сути содержанию основатель статьи сайтов и из блогов вот здесь мы вспоминаем с вами что статья статьи рози и статья из научного журнала совсем не то что статья из блога или сайта во первых как мы уже говорили уровень надежности достоверности эти данных в самих статьях будет может быть различным ну конечно результаты работы около научных пранкеров фейковые статьи которые в уважаемых журналах могут появляться мы в расчетах сейчас не берем во вторых просто сайт это не научный журнал здесь нет ни рецензирования ни отсева слабого материала или не подходящего по тематике особенно если и статья и сайт принадлежат одному человеку автору этой статьи то конечно на своем сайте я могу размещать все что захочу и в том виде в котором я считаю необходимо или возможно ну конечно же нельзя всех мести под одну гребенку и есть вполне добротные сайты уважаемых ученых которым можно доверять информации с которых тоже можно доверять но чисто формально они не являются публикацией научном издании вот это вот то но о которой мы иногда запинаемся понятие публикация статьи могут быть разные есть как очень часто под словом публикация мы подразумеваем вот это опубликовано в каком-то научном журнале но иногда говорим опубликовано на сайте поэтому можно для себя сделать такое разделение публикация публикация это фактически материал который доступен для массового использования применения распространения и так далее я хочу чтобы ее прочитали многие поэтому я ее где-то опубликовал выложил на сайт поместил в репозиторий архифорг опубликовал но это не та публикация которая в списке нашей литературы пойдет в раздел статьи из периодических изданий или из журналов это другая публикация выложить на сайт опубликовать издать в научном журнале тоже опубликовать но здесь есть издательский цикл вот это официальная публикация ну можно сказать так публикация издания или просто публикация публикация издания издания Это же касается и книг. Та же самая история. Для журнала, он имеет номер ИССН, у статьи есть номер ДОИ, есть УДК, ББК, у наших статей они присваиваются и записываются. Вот номер ИССН у журнала есть, есть номер ДОИ, где-то там в конце, по-моему, УДК, ББК прописаны, авторский знак и много-много-много чего еще. И статьи размещаются в архиве номеров самого издания. И этот же текст может быть, например, в некоторых изменениях выложен на сайте одного из авторов. Так вот, когда мы сталкиваемся с этим, обязательно, если вы нашли что-то на сайте, обязательно посмотрите, а не было ли это опубликовано официально. То есть не является, не было ли это издано. Если было издано, пусть с некоторыми изменениями, понятно, научный стиль, научно-популярные, немножко разные вещи, берите то, что официально издано. Вот тогда вы свой список литературы, эту статью сможете включить. Просто из сайта пойдет в раздел электронные документы, электронные ресурсы. Вот разница между и той, и другой вроде бы публикацией, но не совсем такая, не совсем та, которая нужна. И поэтому библиографическое описание мы можем сделать. Нет, это не значит, что вот эту статью мы брать ни в коем случае нельзя. Ну, если нет официально изданной публикации, издания, то тогда да. Тогда мы, пожалуй, можем на нее сослаться. Но опять же мы должны показать, что эта статья не из журнала, а с сайта. Для этого мы собираем информацию по сайту, где расположена эта статья, для того, чтобы сделать библиографическое описание. Вот это два частых случая, с которыми приходится сталкиваться. Просто ссылка или, ну, в лучшем случае, URL поставили. Раз, поменял автор местоположение этой статьи, разместил ее на другую страницу, перенес ее еще куда-то, и все, ссылка у нас получается битая. Что за ней скрывается, непонятно. Вот поэтому сказать, не открыв сам источник, что это за статья. Можно ее добавлять в свой список, не можно добавлять в свой список. Вообще, насколько ей можно доверять, где она была расположена. Очень сложно, вообще невозможно. Значит, мы должны в библиографическом описании все эти данные привести. Ровно так же, вот здесь есть похожесть в описаниях. Схема будет у нас та же, но за исключением, как и для обычных статей мы делали. Составная часть, потом две косые черты. В первой части мы говорим про автора и статью. Две косые черты, и дальше мы говорим про журнал, сборник, место размещения, где находится эта статья, то есть идентифицирующий ресурс. Вот две части. До двух косых черточек мы говорим про статью, после двух косых черточек мы говорим про журнал, сборник и так далее. В данном случае про сайт или блог. То место, где расположена наша статья. Структура та же самая, правила те же самые. Сколько авторов в заголовке, кого указываем за косой чертой, когда за косой чертой можно автора статьи не указывать и прочее, прочее, прочее. Вот это можете посмотреть в вебинар, когда мы говорили про составную часть ресурса. Вот эти все основные правила, они остаются, они работают. То есть что для журнала сделать, описание, что для статьи с сайта, что для статьи с журнала или сайта, они во многом похожи. Вот здесь можно проводить аналогии. Но есть и свои нюансы. Итак, мы, во-первых, сбор данных. Сайты собрать сложнее. Если в статье, как правило, все данные уже приведены, в начале статьи, что-то в конце, то здесь нам приходится листать весь, иногда открывать дополнительные пункты меню, для того, чтобы посмотреть вообще название этого ресурса, не является ли он сам составной частью. Но много лишней информации на сайтах. Бывает реклама там какую-то. И вот это нужно вычленить. Ну вот мы видим, название в статье есть. Уже хорошо. Отлично. Так, смотрим. Здесь нам повезло. Автор статьи указан в начале и даже указана дата публикации. Название. Ну, мы понимаем, что это какой-то блог. Да, статья из блога. Название. Вот оно у нас есть. И адрес мы берем из адресной строки. Копия пасту. Скопировали. Поставили. Вот мы практически всю информацию собрали. Иногда. Не всегда нам с этим везет. Да, коллеги, вижу. Спасибо, Людмила Ивановна. Презентацию чуть попозже я вам открою. Все полезности там будут. Ну и плюс запись самого вебинара. Можно будет посмотреть. Как мы это делаем. Здесь нам повезло. Автор есть в начале. Не всегда так. На статьях сайтов иногда автора можно найти в начале статьи. Там, где идет вступительная часть. Иногда ее набирают курсивом. И вот там упоминается. Либо в конце статьи. То есть нам надо ее всю прокрутить. Если мы не увидели автора в начале, это не значит, что у статьи его нет. Крутим низ, смотрим. Иногда в самом тексте идет упоминание. А вот на этом сайте повезло. Здесь автор указан. Но есть боковая. Сбоку идет какая-то информация. Вот такая коротенькая. Как в газетах. Столбец информации. И вот здесь более подробно рассказано об авторе. Но для этого надо было прокрутить сайт до половины статьи. И вот тогда появляется информация об авторе. То есть здесь очень внимательно приходится высматривать информацию об авторе. Ну и потом там Барс, Юхас, 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 Юхас. А если вообще такой человек? А вдруг это фейковая статья? Ну, во-первых, мы можем здесь прочитать про него, что фотография приведена. Во-вторых, мы можем по фотографии, например, осуществить поиск в интернете. Это быстро делается. Пробиваем там в поисковик. Так как автор иностранный лучше через Google. И мы сразу увидим вообще, есть такой PHD товарищ Барс. Или это кто-то что-то придумал. И тогда мы эту статью, наверное, брать не будем к себе. Нет, такой человек реально существует. Есть молодой ученый. Но смущает, что у него официальных публикаций пока на ResearchGate обнаружено не было. Сомнения есть, но это не значит, что его нет или статья плохая. Просто очень осторожно проверяем. Ага, вот мы все данные собрали. Теперь нам надо их выстроить в некой последовательности. И вот мы делаем библиографическое описание на саму статью. Вот то, что мы взяли с нашего сайта. Автор. Заголовок у нас есть. Название. Копипаста. Поставили. Теперь нам надо пояснить, что это. Вот здесь нам нужно будет пояснить, что это такое. В журнальной статье мы бы этого не делали. Статья из официальной публикации издания. Вот там бы мы этого не делали. Мы сразу. Изображение электронное. ДОИ. И две косые черты пошло в название издания. А вот здесь мы в самом начале, в сведения, относящиеся к заглавию, можем дописать, что это статья сайта. Почему в квадратных скобках? Ну, потому что мы это сами сформулировали. Нигде этого там на сайте написано не было. Можем... Статья из блога. Статья сайта. Вот как-то так, да? Обозначить ее. Можно было бы здесь написать статья из блога. Автора указали. Изображение электронное. Или здесь, наверное, не изображение, а как мы напишем? Текст электронный. Текст электронный поставили. Название блога за двумя косыми чертами сделали. Дату публикации указали. URL. Дата обращения. Все. Все. Но у нас, видите, получилось. Половина на русском, половина на иностранном. Здесь два варианта могут быть. На сайте есть. Вы можете включить переводчик. Браузерный переводчик. Он вам все переведет на русский язык. Если хорошо перевел, читабельно и нет косяков, то можно все сделать на русском языке. Например, вот так. Здесь на сайте есть, на самом сайте, где расположена статья, есть выбор языка сайта. Английский, португальский, французский и русский в том числе. Там около 20 языков. Поэтому мы можем спокойно поставить перевод и сделать в переводе. Либо вот здесь. Все перевести на английский язык. Либо оставить в таком виде. Все три варианта, они возможны. Взяли из источника. Если посмотрите, для электронных ресурсов в самом ГОСТе дата указывается именно таким образом. Это блок, который ведется регулярно. Вот они в этом плане приравниваются скорее к газетным публикациям. Не журнальные, а скорее газетные публикации по день-месяц. Поэтому вот в таком виде они указываются. То есть так, как в ГОСТе приведено, сначала год, потом дата. Вот так мы его и указали. Вот самое главное. Похоже на статью из журнала. Схема та же самая. Только у нас здесь добавляется URL. Если есть дата, указываем. Для электронных ресурсов есть еще одно правило. Если каких-то сведений нет и найти их невозможно, мы их не указываем. Не все может быть. Может не быть даты публикации, например. В статьях, как правило, с блоков и на сайтах она есть. Но может быть указан только один год. И вот здесь мы пишем текст электронный для статьи, потому что она в текстовом формате. Я вам написала изображение, чтобы просто показать на английском, как это может быть. А вообще у нас есть, в качестве примера, если бы у нас это было в виде картинок, слайдов, презентации, тогда мы поставили бы изображение. А вообще... Так, сейчас я вам покажу этот. Вот. Для текстовых вариантов можно... Вот такая табличка у вас будет в презентации на раздачу. Вот отсюда такие общепринятые слова, которые часто у нас унифицированы, обозначения, которые у нас часто попадаются в библиографических описаниях, особенно источник, если на иностранных языках, когда не очень так красиво выглядят половина на русском, половина на английском, то основные переводы, они здесь есть. Ну, вот сюда еще вот pictures из нашего примера можно добавить. А для статьи, для текстового формата вот у нас. Текст непосредственно или текст электронный. Вот тогда отсюда можно будет взять. Вот. Не заглавный, не знаю. Не знаю. Может быть. Может быть. Может быть, и заглавный. Так. И возвращаемся назад. С книгами та же самая история. Смотрите внимательно. Вот с книгами... Со статьями вроде бы все понятно. С книгами то же самое. Была ли книга издана официально, или это просто текст, который опубликован на сайте. Ну, вот, например, книга о Прохоровых. Есть официально изданная. Есть все данные, по которым мы можем составить описание. И плюс она еще включена в каталог РГБ. То есть, обязательный экземпляр поступает в РГБ. Ну, вот основные данные мы можем посмотреть, что да, такая книга действительно издавалась. Ну, и, конечно же, титул, оборот титулного листа. Если печатный вариант, если электронная книга, мы на нее тоже можем сделать официальное описание, как на электронную книгу. Но если материал был просто положен... А вот эта книга другого автора, и он честно здесь написал, что она пока не издана, и он ее просто выкладывает на сайт, чтобы люди могли с ней... Это тоже ознакомиться. Это тоже публикация, но официально она издана не была. Номера из БН у нее нет. Если нет номера из БН, то книгу продавать нельзя. Ну, через книги торговые сети официально продавать ее не получится, потому что они все строятся на... Все свои каталоги и учеты они строят на вот этих бар-кодах, основанных на номере из БН, на штрих-кодах и прочих. А здесь ее быть просто по определению не может, потому что книга не издавалась. Вот это тоже важный момент, чтобы случайно не купить, например, на сайте выложенный просто текст под видом книги. Там и написать можно все что угодно. И оформить можно, как научная монография, и все там бестселлеры, и все-все-все прочее. Но если нет вот этого издательского пакета, то очень внимательно вы платите в этом случае деньги просто за текст, но не за книгу. То есть она официально издательский цикл не проходила. Это просто текст написали, положили, ну и платный доступ к прочтению какого-то материала, выложенного на сайте. Скорее всего, вот так. Но не официальная книга. И поэтому ссылаться на нее в своих работах, как на книгу или научную монографию, и вставлять список литературы в раздел «Научная литература» мы не можем. Она тоже пойдет в раздел «Электронные ресурсы». Как статья сайта, как просто какой-то материал, размещенный в информационно-телекоммуникационных сетях. Вот это тоже важно понимать, что куда у нас пойдет в список. Чтобы потом не оказалось, что половину того, что у вас представлено в разделе «Научная литература», вам нужно просто оттуда изымать. И у вас слишком много электронных ресурсов. Вот это те моменты, на которые нужно обращать внимание. Ну и теперь пойдем к нашим... После года... Нет, после года это, Елена, ставим в том случае, если у нас идет следующая область. А здесь дата. День, месяц, год. Они не через точку тире. Если статья... Нет, нет. Дата публикации... Если статья сайта не указываем перед текстом электронной. Местоположение составной части ресурса и дата публикации, они идут к идентифицирующему ресурсу. Вот туда его лучше вставлять. Просто возьмите по аналогии со статьей из журнала. Мы же не пишем номер туда или номер даты публикации, газетные статьи. Они же туда идут. Не в первую часть, а во вторую, после двух косых черточек. Это вот туда. В ту составляющую выносится. И про видеозаписи. Возвращаемся к нашему ресурсу. А вот теперь про видео. Прослушали лекцию. Есть видеозапись лекции. Ну, как правило, чаще всего тоже. В лучшем случае URL добавили или просто ссылку поставили и вроде бы оформили. Ну, хорошо, если еще название приведется. Алгоритм тот же самый. Проверяем, смотрим и собираем информацию. В частности, нам нужен заголовок. Нам нужно основное заглавие. Длительность. Аналог количества страниц. Длительность либо самого видеоролика. Вот это можно взять со слайдера. Вот здесь. Вот он указан. Общее количество. Если мы ссылаемся на весь ролик, то мы берем общее количество. Час 21 минуты 40 секунд. Если мы ссылаемся на фрагмент, то нажимаем старт. Бегунок дотаскиваем до начала фрагмента. Нажимаем паузу. Смотрите, что у вас высветилось вот здесь. Первые цифры. Час, минута, секунда. Вот это будет началом нашего фрагмента. Как страницы в журналах. Страницы для статистов. Мы пишем S, 13-14. Вот. Мы сослались на фрагмент. Также и здесь. Первая страница или первое начало фрагмента. Вот оно. Дальше. Отжимаем паузу. Слушаем этот фрагмент. Стоп. Вот закончилось то, что нам надо. И вот сюда вторую часть записываем. То есть ровно точно так же, как для фрагмента из печатного источника делаем. И здесь нам все пишется. Наша задача только вовремя нажать стоп и эти цифры перенести себе в описание. Но если мы ссылаемся на весь ролик целиком, тогда мы пишем вот это вот общее количество страниц, общее количество времени, длительность этого ролика. URL. Вот все, что мы отсюда можем взять. Ну и место размещения, где, откуда мы взяли этот ролик, не просто с сайта YouTube, а еще нужно хорошо бы указать, с какого канала. Но обращайте внимание, в чем еще одна сложность при составлении описания на видеофрагменты. Нет единого какого-то стандарта по оформлению, что пойдет в заголовок, что пойдет в название и так далее. Кто как может, тот так и пишет. Хорошо, если еще есть описание. Иногда вообще ролик без описания выложен. Дополнительную информацию мы можем открыть вот здесь, описание, и посмотреть более подробно. Иногда и авторы здесь находятся, и все остальные, кто нам нужен, и что нам нужно. Все эти элементы мы отсюда можем взять. Вот здесь в названии, если мы просто возьмем, скопируем и поставим, как основное заглавие, не совсем понятно, вот это что. Это надо нам в заглавие вставлять или нет. Но, скорее всего, здесь имелось в виду, что вот эта вот запись является частью канала, а может быть и сайта. Поэтому вот смотрим очень внимательно. Иногда вот ставят какие-то знаки, не совсем понятные. Ну, наверное, это имел в виду автор, надо ли нам вот так вставлять в основное заглавие. Ну, наверное, нет. Наверное, мы его можем вот здесь без этого поставить. Просто духовные законы жизни, курс лекции, лекция номер 6, вот эту часть взять. А это, скорее всего, нам просто подсказка, что это кусочек сайта. Ну, видимо, было так. И вот тогда мы можем, например, сделать описание вот таким образом. Заголовок у нас есть. Название мы вот взяли и сюда поставили. Две косые черты мы не трогали. Сделали пометочку, что это видеозапись, изображение электрона. Ну, и вот сюда мы дописали, что это канал. Вот название, да, канала. Вот откуда это было взято. Канал на YouTube. Канал можно писать профессора Осипова, да, на YouTube. Время воспроизведения. Вот мы его написали. URL поставили, дата обращения. Ну, вот вроде бы, вроде бы и все. Вот на ролик с YouTube, в принципе, можно вот таким вот образом сделать описание. Ну, внимательно нужно смотреть и понимать, да, нужно ли нам вот это вот две косые черты в название вставлять. Наверное, нет. Наверное, вот это имелось в виду. В сведения об ответственности, ну, наверное, да, можно добавить, хотя даже не знаю. Давайте посмотрим. Дата размещения можно. Вдруг он на записи не один. Если он не один, то да, тогда нужно будет добавить. Смотрите, мы здесь исходим, почему мы можем не добавить в сведения об ответственности. Смотрите, что мы делаем. Мы делаем описание на составную часть канала, да, видео с канала. Не на как один ресурс, а мы поставили две косые черты. То есть это неотъемлемая часть этого канала. А там у нас есть, что если данные, есть один автор, и данные одни и те же, что уже указывались в заголовке, второй раз их за косой чертой можно не повторять. Поэтому мы взяли и их опустили. Если же они отличаются, тогда да, их нужно будет повторить. Если он на записи не один, если там, что значит не один? Если несколько авторов, то тогда мы за косой чертой, конечно же, всех их укажем. Здесь еще есть вот такая вещь. Заставка. У этого ролика сделано правильно и грамотно. Обращайте внимание всегда, есть ли заставка у видеоролика. Как правило, основные данные мы можем брать вот отсюда. И даже для названия, для основного заглавия, вот они здесь приведены. То есть берем с экрана. Но заставки иногда очень быстро пробегают, сразу включается, если прокручивание ролика, не всегда ее можно увидеть. Поэтому надо подловить. На сайтах это... Заставки дольше держатся. Но вот на YouTube бывает такое, что мы включаем, и сразу начинается ролик. И заставка, видно, что она есть, но она очень быстро мелькает. То есть здесь ее нужно будет подловить. И вот хотя бы как вариант у нас может выглядеть вот таким образом. Курс лекции, видеозапись, изображение электронное. Мы пропустили, но если считаем необходимую косую черту, пишем Айусипов. Но тогда нам придется повторить. Канал на YouTube, время воспроизведения, URL, дата обращения, время записи, время размещения на канале или время проведения. Вот здесь вы можете указывать не... Смотрите, как вариант. Можно время размещения, можно указывать дату проведения. Лучше, конечно, дату проведения, потому что ролик может быть не только на канале на YouTube. Например, почему мы его здесь не указали? А потому что есть еще сайт. Сайт профессора. И если мы в поисковике будем искать, мы можем найти ролик на YouTube и ролик на тот же самый, та же самая запись, та же самая лекция, но представленная на сайте. Тогда мы можем сделать описание. И там мы можем его найти. Вы можете найти сразу ролик на YouTube и тогда делаем описание на него. А может быть, вы смотрели его на сайте. Не на YouTube, а на сайте. Да, он расположен на YouTube. Здесь он воспроизводится в плеере, но вы на YouTube не ходили. Выберете все данные, которые есть на сайте. Как ролик сайта. Вот он, раздел видео лекции. Вот они все пошли. Вот мы его здесь нашли. И посмотрите. Название здесь, название здесь. Они отличаются. Здесь вот так, в скобочках только лекция номер 6. А здесь вообще приведено курс лекций и приведена дата. Тогда, если есть дата опубликования, то дата проведения вебинара или эфира, скажем так, тогда лучше ставить ее. Куда ее можно поставить? Можно поставить вот сюда. Дата проведения или дата записи 15.03.2024. Вспомните, пример в гости 2018, какой-то видеоклип, который и в конце, вот здесь, после даты обращения, точка тире, клип был записан в 2015 году или клип был записан в каком-то году. Вот ровно так же мы можем это сделать и здесь. То есть, дату мы можем вынести вот сюда и дописать что-то. Дата проведения лекции или дата записи лекции 15.03.2024. Заголовок есть, название есть, но, видите, вот у нас здесь вот такая история еще появилась. как можно сделать варианты. Да, вот Марина Славьева «Вариант» пишет, как написал бы Осипов Алексей Ильич, канал пользователя YouTube, да, как вариант можно. Я же говорю, здесь, понимаете, история в том, что нет единственно, ну нет пока еще, единственно верного закрепленного варианта в гости, что вот образец, да, у нас есть список примеров и вот там пример на видеозапись лекции. Его нет, поэтому мы сейчас с вами его формируем и вы можете тоже сказать, нет, а я напишу вот так не канал, а канал пользователя на YouTube и вынесу это в сведения, относящиеся к заглавию. Ради бога, да, как вариант, может быть. Самое главное, вы просто составите один какой-то образец вот к тем, кто разрабатывает, преподаватели, методисты, библиографы, библиотекари, вы сделаете один хотя бы вариант для пользователей, да, чтобы у вас был этот образец, он может отличаться от того, что будет у других, что есть сейчас, что я вам предлагаю, может отличаться, я вам просто даю разные вариации, а вы уже посмотрите, можно ли это как-то доработать, да, и не стараться усложнить, а наоборот, стараться облегчить, да, облегчить студентам набор только самых основных, главных элементов, по которым мы сможем эту видеозапись, например, найти или понять из того, что представлено, о чем идет речь. Ну вот, вот здесь вот, да, а так, да, вот здесь можно, можно как вариант, конечно, Марин, вот видите, дату проведения лекции мы можем вот сюда дописать, вот как в том же госте, 2018 года, есть образец, мы на него ориентируемся, дату проведения, дату публикации, да, только у нас, понятно, не научный журнал, дату публикации мы не пишем, а вот дату проведения лекции мы вполне в конце можем обозначить, что лекция прошла тогда. Несколько вариантов я вам здесь показываю, вы посмотрите, эти варианты, по-моему, у нас есть в презентации, то, на что можно основаться, они чуть-чуть отличаются друг от друга, почему? Просто посмотрели здесь разные варианты, как это может выглядеть. Первый вариант, это первое описание, первый пример, это вот то, что мы с вами посмотрели, просто видео лекция с YouTube, с YouTube, как ролик с YouTube у нас здесь представлен. Второй вариант, это как составная часть сайта, мы же помним, а если мы смотрели его сайта, то он является частью этого сайта, и тогда мы можем сделать на него описание, как на часть сайта, и вот, Марина, видите, вот здесь мы написали, да, Осипов Алексей Ильич, двои тучи, да, сведения, относящиеся к заглаве, поясняем, что это официальный сайт, ну, потому что сайт так и называется, вот, если мы не добавим, то получается, как здесь, немножко забавно, получается, что это кусочек от самого профессора Осипова, ну, это неправильно, это кусочек либо канала, либо сайта, поэтому нам сведения, относящиеся к заглавию, указать нужно, вот это пояснение, что это официальный сайт, вот, если бы вот так было написано, было бы, там, да, было бы, ну, покрасивее, скажем правильно. Время воспроизведения, мы делаем на весь ролик, описание, поэтому время воспроизведения, вот так указываем, опять же, отличие от ГОСТа 2018, там по-другому приводится время воспроизведения, но ГОСТ по ссылкам на электронные ресурсы с 22 года приводит именно вот такой порядок записи, как для ресурсов целиком, так и для фрагментов, ну, для фрагментов там пишется в начале с большой В, и без скобочка, время, как страницы в конце, и С большая, для печатных работ, перед страницей, перед погинацией, здесь то же самое, только буковка В, именно вот в таком формате, пункт 6.10.2, по-моему, посмотрю сейчас поточнее, вот именно вот такой формат, и смотрите, что получается. Коллеги, нажмите, пожалуйста, на значок огонек, видно ли, видно ли меня, ой, в смысле, слышно ли, слышно ли меня, ага, отлично, все, хорошо, что-то, что-то камера немножко отошла, что-то с камерой случилось, ну, хорошо, давайте оставим, главное, чтобы звук был, так вот, смотрите, августе 2022, который говорит про ссылки, дается вот такой формат записи, августе по библиографическим описаниям, там, общее количество времени записывается в круглых скобках и так далее. Получается два разных формата записи одного и того же, физическая область. И вот представьте себе, что студенту, который не библиограф, надо сделать библиографическое описание, и там он в одном формате указывает, как общее количество 6 часов 38 минут, там, 42 секунды. А когда он на этот же источник делает ссылку, ему говорят, нет, здесь надо вот так указывать формат записи времени и фрагмента, потому что в ГОСТе 2022 года указан именно вот такой формат. Зачем? Вот не один вопрос возникает всегда. Зачем? Почему? Ну, давайте их пожалеем. Давайте сделаем один формат записи. Вот этот, и в методичку его просто пропишем. Вот этот формат, он более правильный. Он основан как раз на ГОСТе по записи, дат, времени и прочих ресурсов. И вот в ГОСТе 2022 года там как раз это и обосновывается, на основании чего вот такой формат времени приводится. И он, в общем-то, более правильный. Так легче, во-первых, искать фрагменты. Он соответствует тому формату, который принят в том же Ютьюбе. На слайдере мы ровно это же и видим. Часы, минуты, секунды. А вот и время воспроизведения. Что для видео, что для аудиоформатов, оно записывается одинаково. Так, подвесло. Так, коллеги, давайте сейчас я попробую. Попробую еще раз выйти в эфир. Надеюсь, все поправится. Да. Так, минутку, хорошо? Надеюсь, сейчас все нормально, да? Ага, отлично, все появилось. Да, сведения, поясняющие заглавия. В ГОСТах тоже по-разному. В квадратных скобках и без. Если мы сами... Здесь можно принять просто одно правило. Опять же, общее для всех. Да, для методичек. Можно и так, и так записывать, но лучше прописать одно правило. Например, если это написано, то без квадратных скобок. Ну, в основном же мы пишем в квадратные скобки то, что мы формулируем самостоятельно или берем из непредписанных источников. Можно оставить это правило уж единое для всех. Просто посмотреть, чтобы у вас не отличалось. Вот для... Если мы формулируем самостоятельно для печатных источников, то мы ставим квадратные скобки. А если для видеоресурсов, то не ставим квадратные скобки. Зачем лишнее запоминать не библиографы, путать их? Ну, со временем, может быть, это и можно будет сделать. Ну, удобнее все-таки, чтобы было как-то вот одно правило. Так взяли и... Уж ставим, так ставим. Ага, спасибо, коллеги. Все вернулось с изображения, нормально. Так вот, вот это ролик с Ютьюба. Можно сделать вот так, и этого достаточно. Вот это мы пишем, что мы взяли, смотрели его на официальном сайте. Видите, примерно все то же самое. Только мы нашли, что там оказывается есть дата проведения лекции. Если на Ютьюбе в описании ролика мы тоже эту информацию нашли, поставьте лучше ее. Дата проведения лекции, когда она состоялась. Потому что выложить ее на... Можно и через месяц, и через два, и через три. Нас все-таки интересует, ну, как бы дата официально, когда это было сказано. А сказано это было 15 марта. И еще два варианта я вам сюда привожу. Логика здесь была такая. Здесь мы смотрели просто как лекция, читанная где-то. Как и вебинар. Прошла лекция, и вот пошло в описании. На ролик. Как на ролик. Но мы видим, что это лекция номер 6. Тогда получается, что есть некий курс, который называется Апологитика, в рамках которой эта лекция сама является составной частью этого курса. То есть здесь мы уже имеем дело получается с многочастным ресурсом. Не с одночастным, как книга и многотомы. Также и здесь получается есть общее заглавие Апологитика, курс лекции Апологитика. В рамках этого курса есть отдельная лекция. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Похоже на многотомник. Похоже. Если мы оттолкнемся от этого, тогда у нас получается третий вариант. Мы можем сделать описание вот так. Курс лекции по Апологитике. Лекция номер 6. Духовные законы жизни. Видеозапись. Почему у нас здесь получились точки? То есть смотрите, мы немножко побегали. Здесь мы под частным заглавием делаем описание на этот ролик. А здесь мы рассмотрели как как многотомник. Как на отдельный том из многотомника. Тогда мы пишем курс лекции по Апологитике 2024. Опять же берем это из этого названия, которое было на сайте. Лекция номер 6. Духовные законы жизни. И видеозапись. Ну здесь либо нам где-то вот надо упомянуть, что это видеозапись, вставить ее. А по правилу формирования описания под общим заглавием, под длинным заглавием на отдельный том многотомника у нас все, что с двумя точками, оно превращается магическим образом в одну точку. Все записывается с большой буквы. И вот это все превращается в большой 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 заглавием. В большое заглавие. И вот эту видеозапись вставить в общем-то можно таким вот образом написать, что это видеозаписи курса лекции, лекция номер 6. То есть вот этот вопрос оставлять его здесь, не оставлять, как его сюда вставить. сведения, относящие, поясняющие, основное заглавие, мы его просто трансформировали в одно большое длинное заглавие. Ну и вот у нас получилось. Апологетика 2024, видеозаписи курса лекции, лекция номер 6, духовная и законная жизнь. Можно сделать под частным заглавием, и тогда у нас информация об общем ресурсе, составной частью, которая является этой лекции, уйдет в область серии. Тогда мы область серии здесь можно задействовать. Вот сюда, допустим, время воспроизведения, точка тире, и здесь область серии, там вот стены. Вот таким образом можно сделать. Вы можете рассмотреть, например, этот вариант по-другому. Например, весь курс лекций, вот это Апологетика, а мы это видим на общее заглавие, а вот это частное заглавие. Но вы можете сказать, что можно ли рассмотреть вот эти отдельные лекции в рамках курса не как отдельные тома из многотомных. Понятно, что каждой видеолекции будет соответствовать свой ресурс, но они могут быть объединены в плейлист. И вы можете исходить из того, что это как бы одна книга, а вот эти видеолекции это как разделы этой книги. И вот тогда мы рассматриваем уже не как многотомных, а как ссылку на раздел книги. И вот тогда уже пойдет после вот сюда официальный сайт, вот сюда лекция номер 6, и сюда можно поставить дату как раз проведения и время воспроизведения дальше вместо страниц. То есть увидели, если это раздел, если мы этот ролик, вот этот курс лекции рассматриваем как единую книгу, тогда делаем ссылку на раздел, на отдельную часть этой книги, либо мы можем рассмотреть это как многотомник, например, но здесь тома мы не пишем, потому что мы не знаем сколько там лекций вообще. Можем подразумевать, потому что видимо учебная дисциплина, учебный план она включена и как правило там уже сразу определено количество часов, то есть количество этих лекций, мы их просто не знаем. Ну тогда если не знаем мы их опускаем. Будем заниматься таким расследованием. Если бы это было написано, например, курс из 24 лекций, тогда вообще замечательно, мы поставили сюда как для многотомника у нас хорошо бы вписать. Как вариант. То есть вот видите, мы по-разному можем сделать описание с видеозаписями лекций такая история может возникать. Поэтому несколько вариантов с вами здесь рассмотрели. Про URL спрашиваете, да, пробел. Да, вот здесь. Нет, вот так. Вот это правильный вариант, когда вставляются описания с презентациями. Да, коллеги, вот такая история может возникать. Он иногда знаки вставляет с лишними пробелами. PowerPoint, это я уже спасибо, что заметили, мы его сейчас поправим. И в примерах, когда возьмете, там тоже посмотрите, что там пробела нет, можете сразу зачеркнуть. А я даже наверное этот слайд вам тоже открою, чтобы вы его забрали. Вот это правильный вариант, после слова URL пробел не ставится, пробел ставится после двоеточия. Когда пишется текст, когда пишется изображение, значит смотрите, если у нас видеосюжет, а у нас здесь видеоролик, везде пишется изображение электроны. Текст электроны, если это статья, вот как мы в первом варианте с вами смотрели, там надо был текст электронный написать, статья сайта, там где текстовые форматы идут, там пишется текст. Если у вас несколько вариантов и текст, и изображение, или изображение, и текст, то тогда пишется совершенно верно, как Светлана Суботина нам написала текст, изображение, электроны, а есть еще, если их больше трех, то есть вариант замены, мы пишем разные виды содержания, двоеточие, электронный Я. Вот для мультимедийных ресурсов такой вариант записи применим. Что идет на первое место, что на второе, можете посмотреть особенности в ГОСТах, это хорошо прописано для комбинированных ресурсов. Если у нас например какой-то элемент, какой-то вид содержания незначительный, то мы его можем опустить. Художественный альбом, как приводится в примере ГОСТа, художественный альбом с краткими пояснениями, краткий текст, там подписи, картин, там можно просто писать изображение непосредственное, текст опускать, потому что его незначительно. То же самое наоборот, если у нас все текстовое и там одна какая-то несчастная схемка, вы можете написать текст электронный. Для статей мы же не пишем текст изображения, хотя там есть изображения, есть картинки, но их количество незначительное. Поэтому мы их опускаем, мы обычно пишем текст электронный в статье. Все. Так что здесь нужно смотреть еще на сам ресурс. Для видеозаписи используется вот это изображение электронное. Мы характеристику то, что в круглых скобочках еще расписывается, а там надо написать двухмерное, трехмерное, статическое, динамическое, бог знает еще. Какое вопрос вам, студентов и несчастных преподавателей, этим очень надо замучить. Если да, то введите это правило. Пусть они еще характеристику этого изображения напишут. Оно там двумерное, трехмерное, движущееся, недвижущееся. что там вообще происходит. Или просто написать изображение электронное. Вот этот вариант для небиблиографов. Дай бог, чтобы вот он. Простите, характеристику не обязательно приводить. Библиотекари и библиографы с этим мучаются. уж не библиографом это вообще смерти подобно. Нам бы с остальным разобраться. Вот смотрите, в зависимости от того, как мы будем рассматривать видеозапись лекции, у нас могут быть разные варианты. Если это цикл лекции, то как он проходил, это может быть рассмотрено как многочастный ресурс. Тогда мы делаем описание как на отдельную часть многочастного ресурса. Или это отдельная лекция. Приехал профессор светила науки в Новосибирск и в Новосибирск педагогическом университете провел лекцию по теме какой-то и уехал. Но она тоже называется лекция. Но это немножко другая лекция. Она как бы разовая. Тогда мы делаем просто название лекции. Мы сделаем как на ролик с Ютьюба. Поэтому здесь важно еще смотреть что это. Это часть чего-то или это отдельный ресурс. Тогда мы можем делать так же как мы делаем для записей вебинара. Те же самые данные. Заголовок, основное заглавие, дата проведения, длительность продолжения, продолжительность этого ролика или фрагмента и URL. Вот то, что нам нужно отсюда взять. Опять же, открываем сам вебинар. Если есть заставка, ее видно хорошо. Или иногда у нас титульный когда начинается вебинар, видно титульный слайд, там название как правило пишется. Здесь еще иногда особо наши дисциплинированные авторы пишут дату проведения. и вот название у нас есть. Вот его название. Вот сюда можно не смотреть, потому что название официальное вот оно здесь. Все названия у нас так же как в анонсах идут, они уже заранее составлены, есть уже некие стандарты, по которым мы это оформление проводим. Ну вот вы можете увидеть. Название канала у нас есть, продолжительность ролика у нас есть, название у нас есть, дата проведения есть, URL забираем с сайта, естественно, автор у нас есть, все, нам осталось только это все правильно расставить. Заголовок, основное заглавие, вот сюда пометочку делаем, вот сюда пометочку делаем видеозапись вебинара, пояснение, что это такое, чтобы записание сразу было видно, вот мы хотели автора закасывать черту, и мы его привели. В принципе, мы можем не приводить, мы можем эту часть убрать, как мы раньше с вами делали. И тогда у нас будет точка-тире, изображение электрона, название канала, где был размещен этот ролик, продолжительность время воспроизведения, URL, дата обращения, все, дата проведения вебинара, опять же, вот мы ставим сюда, можем дописать, например, когда он прошел. да, вот здесь дата обращения, да, смотрите внимательно, дата обращения, да, вот для чего еще дата проведения, в URL эта дата видна, где, вот она, вот дата проведения вебинара, вот адрес, адрес из адресной строки, где здесь дата проведения вебинара с шифромной, я, честно говоря, не вижу, если вы мне скажете, а, ну если там, то да, тогда можно не указать, поэтому мы ее сереньким и выделили, ну и опять же, для тех, кто умеет читать адресную строку, он это увидит, точно так же, как мы можем увидеть год, месяц и день публикации статьи из дои или из адресной строки, мы это тоже иногда можем увидеть, но не все умеют ее читать, да, расшифровывать, поэтому в конце можно дописать. Ну вот здесь мы ее не увидели, поэтому мы сюда можем дописать. Ну и всегда обращайте внимание на дату обращения и дату проведения вебинара. Видите, специально вам оставила, да, откуда-то было скопировано, но а дата проведения такого быть не может, поэтому вот это еще один момент, давайте мы его подчеркнем, на который нужно обращать внимание, когда вы сами проверяете, например, списки источников у своих студентов или свои собственные, иногда бывают вот такие казусы, либо иногда бывает такое, что дата проведения одна, дата обращения мы поставили, а давай, как будто бы не вчера, и мы поставили там 19, 19.03, а 18 числа этот ролик был изменен или куда-то перемещен, или вообще эта страница не существует, что с сайтами очень часто происходит, и когда мы открываем, мы видим, что там с 18 числа ролика уже нет, а вы пишете, что 19-го сходили, а как же так, что там еще, еще или уже не было, да, то есть вот дата обращения это такой тоже момент, на который стоит обращать внимание. Фамилия правильно, да, Светлана Ушакова, как ни странно, правильно, да, именно так она и пишется, но вопрос правильный, перепроверить, а правильно ли, необычно несколько, да, ну вот на видео вебинара, на записи вебинара можно вот таким образом составить описание, оно получается не очень сложное, самое главное, вот мы сюда, автор названия у нас есть, изображение электронное мы дописываем, канал пишем, воспроизведение написали, URL взяли, дату проведения поставили, но осталось только добавить через двоеточие видео, что это видеозапись вебинара, все, вот не сложно, сложный момент вот здесь, если мы ссылаемся на фрагмент из этой видеозаписи, не на весь ролик, а на кусочек, нам надо указать не вот так, это весь ролик, столько длится, а время воспроизведения этого кусочка, например, вот так, вот эти пять минут, вот, то, что мы со слайдера берем, и указываем V большое, не спрашивайте меня, почему здесь стоят скобки, а здесь нет, в гости 2022 именно такими комплексами указываем, здесь стоят скобки, здесь нет, мы видим, потому что здесь никаких знаков больше нет, а здесь мы ставим двоеточие и указываем погенацию, вместо S большого, как мы делали, для печатных изданий мы ставили S большую точку и страницу с первой по вторую, а здесь мы пишем время воспроизведения, значит, и там, и там есть большой буквы, это не сокращается, ну, вот, вот единственный языковой, который здесь есть, а дальше все ровно так, что мы с вами делаем, только вот здесь мы пишем время воспроизведения и мы знаем, что мы ссылаемся на фрагмент, вот это на всю запись, а вот это вот по этой строчке можно ориентироваться, ну, и вот сюда можно писать URL с привязкой ко времени брать не из адресной строки, а самого видеоролика есть, скопировать URL с привязкой ко времени, остановились на начале фрагмента, его скопировали, сюда поставили, да, тогда по нему сразу мы попадаем, ну, время все равно на всякий случай пишем, если какие-то могут быть сборы, да, чтобы можно было найти этот фрагмент звучания. Вот, и видео запись доклада конференции, точно так же, похоже на статью из материала сборника конференции и запись вебинара, поэтому для описания составной части отдельного доклада на целые конференции мы этот вариант тоже можем взять. Ну, вот, что нам нужно, какие элементы нам обязательно понадобятся, вот, отсюда мы их можем найти. Очень похоже именно на сборник материалов конференции. вот, есть у нас, например, выступление на конференции, мы нашли название конференции, где, когда она проходила, название самого доклада у нас есть данные по докладчику, и это доклад, который был на конференции, она шла и в режиме оффлайн и транслировалась одновременно в социальные сети, в контакте, в данном случае в контакте. Мы смотрели запись трансляции, поэтому даем ссылку и оформляем, как на часть трансляции. Все то же самое. Заголовок, автор, название доклада вот так, кавычки оставляем, потому что вот это все, это название доклада. Сведения, относящиеся к заглавию, пометили. Сведения об авторе за косую чертой в сведениях об ответственности мы можем опустить, потому что у нас один автор и сведения те же самые, что уже приведены в заголовке, а мы рассматриваем запись доклада видеоконференции как кусочек, знаете, вот вся трансляция это как сборник, а один видеодоклад это как статья из этого сборника, поэтому мы его рассматриваем как составную часть, поэтому мы здесь опустили. Во второй части мы пишем, ну вот все, мы в первой части очень просто, описание сделаем. Во второй части идентифицирующего ресурса мы приводим название этого конгресса, вместо названия сборника, у нас нет сборника, у нас есть трансляция, мы название этого конгресса приводим, дату, место, время проведения, вот он есть, только включаем дополнение, что это онлайн трансляция или трансляция, видео трансляция, в данном случае онлайн трансляция. Время воспроизведения, обратите внимание, мы записываем фрагментом, почему? Потому что на весь, на всю трансляцию делалась одна единая запись, и вот она выложена целиком, как сборник, поэтому по аналогии со статьей сборника нам нужно указать погенацию, сколько длился именно этот доклад. Не вся конференция, которая шла там семь с половиной часов, а именно этот доклад, он же нас интересует, так же, как мы на статью даем же страницы, на которых расположена эта статья, так же и здесь мы указываем время, начало и завершение выступления, вот мы его указали, то здесь будет у нас погенация, хотя мы даем ссылку на весь видеофрагмент, на весь доклад. URL, место размещения, дата обращения, ну и можно пояснить, что это доступно с сайта ВК, больше он нигде не выкладывался, он доступен только здесь. Можно не указывать, потому что здесь у нас название адресной строки уже есть, ВК, как у нас коллеги сказали, говорили, зачем, можно не писать, можно не писать, можем не указывать. Для ссылки видеофрагмент, смотрите, все остается то же самое, для первичной полной ссылки на этот ресурс, если у нас запись доклада идет в составе единой записи всей трансляции. Только, все ровно так же мы указываем, только время обращения мы будем указывать, время воспроизведения мы будем указывать начало и конец тех слов, на которые мы ссылаемся. Не весь доклад надо, слушай, ну хорошо, он здесь там минут 15-20 занимает, а если доклад на полтора часа, чтобы услышать, а мы ссылаемся на какую-то слова, спикер, который он там сказал, цитату фактически, нам же не надо будет слушать все полтора часа, нам нужно сослаться именно на вот эти слова, где он начал говорить, где он закончил эту фразу. Вот на нее мы ссылаемся, то есть вот здесь будет разница во времени, вот здесь. Мы ссылаемся на короткие. А так будет то же самое. Прошу прощения, коллеги, что-то меня сегодня опять выбило. Да, не только звук, но и изображение. Я видела, что пропало. Вот, это если доклад идет в составе большой записи всей трансляции. Но у нас может быть и вариант, когда все доклады выложены порезанно и выложены отдельными файлами. Здесь проще, здесь по обычной схеме. Все то же самое делаем. Время воспроизведения указываем вот так, только ставим тире, если у нас по географическому описанию и не ставим, если у нас идет для ссылки. Для ссылки мы это убираем. И если мы ссылаемся на фрагмент выступления, тогда мы указываем опять же, как в предыдущем варианте, здесь остается ровно то же самое. Именно этот фрагмент, где звучали эти слова. Все. Вот, вот вся разница. То есть, если выложены отдельными файлами доклады, тогда мы указываем время воспроизведения вот этого всего ролика, если ссылаемся целиком на него. И если на кусочек внутри этого ролика, тогда указываем как когенация. Вот таким вот образом. Ну и ссылки на видеозапись первичные могут быть оформлены таким образом. Видеозапись целиком в составе этого, в составе целой трансляции. И если он представлен отдельным файлом. сейчас уже приближаемся к концу. И, коллеги, я вам давайте открою для скачивания обещанную презентацию. Так вот, все, можно забирать. И вот этот вот файлик я вам тоже открою там, где мы с вами поправили. Вот эти тоже можно будет забрать. Вот, три файлика с пометочкой. Так, коллеги, сейчас-то звук у нас появился. Надеюсь, ага, все нормально. Вот то, что для видеозаписи у нас существует. Ну и вот повторная непоследовательная ссылка, когда мы ее оформляем. Здесь можно оставить автор заглавия, название доклада, время воспроизведения, URL, место размещения и дата обращения. Вот так вот в сокращенном виде. Про краткое указание ссылок, подстрочные ссылки. Напоминаю, что возможен и такой вариант, и такой вариант, при условии, что все необходимые данные приведены в тексте самой работы. То есть, если мы в тексте упоминали название автора и название этого доклада, то мы можем привести только те сведения, которые приведены за двумя косыми черточками в ссылке, в описании от ссылки. Если же мы указали вообще все, Юрий Юрьевич Черный в своем докладе, название такое, на международном конгрессе, таком-то, таком-то, в Москве, тогда-то, 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 и сказал, что и приводили эти слова, то мы можем оставить, то есть, мы все данные и про идентифицирующий ресурс рассказали, и про первую часть до двух косых черточек, они приведены уже в тексте, то тогда можно давать ссылку в виде исключения вот таким-то образом, не только в ЭРО. И вопросы для сбора информации, что, откуда брать, чтобы не забыть, не пропустить, опять же, вот такая наподнималка у вас здесь есть. Про мультимедийные ресурсы мы с вами пройдем быстренько. Во-первых, есть разница между нет единого взгляда на то, что такое мультимедийный ресурс и как дается определение понятия мультимедийного ресурса в этих наших двух гостах я вам сюда тоже привела. И обратите внимание, в самом госте 22-го года в качестве примера мультимедийного ресурса вообще-то приведен пример видеозаписи того же самого вебинара или видеолекции. Голос за кадром зачитывает или рассказывает по-моему рассказывает очень интересно рассказывает а на экране просто висит карта немножко меняется в ходе рассказа то есть фактически это видеозапись но это почему-то подается как мультимедийный ресурс и в то же время в самом пункте 6-10-5 в том же госте 22-го года сказано что библиографические ссылки на мультимедийный документ представляющий собой то есть мультимедийный документ рассматривается как ресурс представляющий собой сочетание компьютерной анимации графики обратите внимание видео музыки звукового ряда добавим текста которые организованы в единую среду могут быть составлены и на отдельный знаковый ряд или фрагмент мультимедийного ресурса то есть видео в разных источниках по-разному вообще рассматривают видео видеозаписи ролики называют иногда мультимедийным ресурсом но тогда если так зачем мы тогда в гости большое внимание уделяем еще отдельно видеозаписи давайте их все назовем мультимедийными ресурсами на этом успокоимся но нет мы их разделяем и потом начинается вот эта каша поэтому для целей чтобы не запутаться самим окончательно не запутать наших небеглиографов возьмите просто за основу что мультимедийные ресурсы это там где есть текст есть аудиофайлы есть видеофайлы есть гиперссылки обязательно может быть анимация то есть несколько вариантов представления информации блоков они равнозначны они объединены в одну среду как онлайн курс мы открываем и там есть и текст и записи видео лекции и какие-то интерактивные задания и обязательно есть интерактивность есть возможность взаимодействия и вы можете этот курс например только читать тексты вы можете только смотреть видео вы можете читать тексты слушать аудио вы можете решать интерактивные задачки проходить какие-то тесты на этом же сайте или не решать их открывать ссылки или пропустить если вы этот материал знаете то есть переходить по гиперссылкам или нет то есть вы сами выстраиваете свою траекторию работать с этим документом именно поэтому вот это и определяет мультимедийность этого документа а не то что мы открыли видеозаписи сидим ее посмотрели закрыли сказали спасибо что здесь мультимедийно и видео вот во многих сейчас учебных пособиях в справочных определяется как элемент контент мультимедийного контента как элемент и тоже говорится о наличии текста графики аудиофайлов видеофайлов анимации и вот это все в разных сочетаниях оно и создает мультимедийный ресурс например вот так мультимедийный ресурс есть текст есть изображение есть аудиофайл все это одновременно можно смотреть слушать листать можно только читать можно только смотреть картинки только слушать файл и мы можем сделать вот здесь ссылку и описание как всего ресурса целиком так и только текстовой части или слайда презентации или аудиофайла вот например вот так библиографическое описание на подкаст на весь ресурс на слайды презентации то есть на всю презентацию либо на звуковую дорожку можем ли мы сделать то же самое например для видеозаписи вебинара да мы умрем если слайды не нумерованы высчитывать мы будем сидеть вручную высчитывать сколько там не получится мы можем дать ссылку только на фрагмент видеозаписи этого вебинара а вот здесь мы можем на разные элементы давать отдельно описание или ссылки вот это значит да мультимедийный подкаст все то же самое автор название только если мы целиком пишем мы просто пишем что это мультимедийный подкаст если даем ссылку только на презентацию мы пишем что это презентация если даем ссылку только на слова которые прозвучали на аудиофайл то таким образом можно написать что звуковой ряд мультимедийного подкаста или аудиофайл мультимедийного подкаста в сведениях обозначаем это в сведениях относящиеся к заглаве и все вместо страниц естественно здесь мы можем указать количество слайдов ну вот здесь если известно мы их можем посчитать мы их указываем если не можем указать то что делать и время общее время звучания в данном случае у нас не видео аудиофайл но все равно время воспроизведения мы можем указать в том же самом формате и соответственно ссылки мы также на подкаст можем оформить на весь либо на отдельные элементы подкаста на презентацию тогда мы вот здесь указываем на какой слайд или слайды 6-7 на что мы ссылаемся вот таким образом мы и ссылки тоже можем сделать ну и видите сокращение у нас здесь есть мы оставляем только самое необходимое заголовок заглавия даже вот это мы можем опустить что это презентация источник откуда это взято слайд да местоположение заимствования и адрес это первичная полная ссылка на первичная ссылка на подкаст целиком на мультимедийный ресурс либо на отдельные элементы то же самое с библиографией с онлайн курсами там много разных элементов может быть самая большая сложность так же как с видеозаписями это собрать информацию о курсе приходится смотреть иногда уходить на главную страницу возвращаться смотреть меню для получения дополнительной информации открывать вот здесь смотреть лендинг курса и вот оттуда собирать по группицам информацию схему я вам здесь привожу заголовок заглавие сведения здесь мы напишем мультимедийный онлайн курс первые сведения об ответственности да потому что мы целиком на ресурс делаем описание область физической характеристики это то из чего состоит курс модулей уроки лекции по разному блоки по разному называется тем URL дата обращения в нашем формате сведения о сайте размещения иногда нужно приводить поэтому сереньким чаще всего нет ну и вид содержания средства доступа можно сразу писать для мультимедийных ресурсов разные виды содержания средства доступа электронные и вот так у нас может выглядеть описание вот видите пять тематических модулей вот это пойдет физическую характеристику автор название пояснение что это да что это мультимедийный курс первые сведения об ответственности вторые не обязательно мы их можем опустить пять модулей адрес расположения с какого сайта доступен можем писать можем нет но иногда это бывает важно разные виды содержание электроны все вот оно по схеме мы его сделали вот оно самое главное это найти на сайте все нужную нам информацию что в адресной строке почему мы иногда пишем доступен сайта и я вам говорю что иногда это нужно указывать например смотрите сайт курс живет на сайте лекториума если мы заходим через лекториум и есть доступ то мы вот это можем не писать просто юрелы этого достаточно он там и живет но иногда бывает так он живет на сайте лекториум но попасть на него через сайт лекториума мы не можем входа нет этот курс реализуется совместно с Новосибирским университетом и чтобы попасть нам надо зайти на сайт Новосибирского университета там зарегистрироваться или стать участником курса или в общем выполнить какой-то ряд действий условий и только потом мы попадаем на курс расположенный в лекториуме вот тогда мы пишем что доступен с сайта Новосибирского университета чтобы сразу можно было найти сайт Новосибирского университета и туда зайти а жить он может совсем по другому адресу а это мы говорим откуда мы на него заходили вот в этом случае да это нужно будет указать ну и видео лекции например расположенные внутри онлайн курса можно сделать вот таким образом ссылка на всю лекцию как это делается мы с вами уже посмотрели здесь нам проще он привязан уже к курсу есть название курса вот так мы можем это сделать и это мы ссылаемся на слова на фрагмент внутри этой видео лекции вот мы совершенно совершенно просто можем сделать особо не заморачиваясь вот такое описание ну и схемы библиографических описаний для вот таких мультимедийных ресурсов которых сейчас становится очень много это может быть онлайн курс это может быть там справочно какой-то ресурс информационный обучающий самоучитель и прочее ну вот по той же схеме мы можем это делать она же пригодится например для тех же подкастов тоже по этой схеме мы делаем для ресурса целиком для составной части ресурса и схема первичных полных ссылок на ресурс целиком либо на составную часть только вот здесь виднее относящиеся к заглавию мы пишем что это презентация видео или еще что-то вот для первичных ссылок этого вполне достаточно ну и доступно на или доступ с какого-то сайта сереньким мы выделяем если есть необходимость то мы конечно это указываем потому что не всегда мы можем это в области примечания у нас вот сюда уходит URL и дата обращения но не всегда это доступ с того сайта где живет сам ресурс ну вот коллеги и все кто нас спрашивал на сколько времени рассчитан вебинар немножко мы задержались сегодня с вами постарались разобрать по максимуму и в конце таблички которые у вас есть в презентации которые можно скачать виды содержания средства доступа вот как это указывается для мультимедийных ресурсов вы спрашивали а если несколько все электронные но есть и текст и изображение и устная речь вот тогда мы их указываем вот так чтобы много не писать принято вот такое сокращение разные виды содержания иногда бывает в гости еще предусмотрели что могут появляться еще какие-то новые технологические штуки которых нет пока еще в гости и тогда мы пишем другие виды содержания или другой вид содержания не знаю какой-нибудь 3D что-то трудно вообразить но наверное может быть и такое как-то мы особым образом получаем информацию вот тогда мы пишем другой вид содержания и указываем электронные или вообще иногда говорят другие средства доступа то есть такой вариант гости они уже заранее предусмотрели ну и основные варианты здесь приведены соответственно если у нас сюда дополните уже себе табличку свою сделайте изображение электронное если речь идет о видеоресурсах если публикация статьи сайта то там текст если текст изображения в равных мерах в равном объеме используется тогда пишем текст изображения двоеточие электронное еще одна подсказка у вас там тоже есть это как местоположение составной части для фрагментов то есть как указывать слайды там вот 16 время воспроизведения на видеозапись на онлайн курс вот здесь мы указываем например лекции 4-5 то что приведено в онлайн курсе вот именно эти слова мы и указываем например вот так или у нас например уроки 4-5 мы сюда пишем ссылаемся на конкретный урок пишем урок 5 вот таким образом мы это можем делать ну и про английский язык тоже как-то может быть на английском ну и изначально возьмите наш пример текст электроник вставьте туда про статью а изображение пикчера электроник добавьте в эту табличку задание на дом и тогда у вас будет такой подсказка такая шпаргалка вот ну вот коллеги вроде бы и все добрались мы с вами до конца большое спасибо всем кто был с нами кто писал оставлял свои комментарии замечания мнения и пытался пытался в этом разобраться это очень здорово коллеги общение не прекращаем вебинаром на вебинаре если у вас возникают какие-то вы с чем-то не согласны вы делаете по-другому у вас есть свой взгляд или может быть нет а вот здесь наверное лучше вот этим пунктом госта воспользоваться я буду только благодарна если вы мне напишите все мои координаты здесь есть там тоже есть в презентации есть у нас группа библиография для небиблиографов вконтакте можно и в личные сообщения написать наоборот я открыта к совместной работе и поиску решений и с тем чтобы если вы знаете как сделать лучше проще и конкретнее вы пожалуйста не сидите молчком делитесь вместе с вами сделаем очень хорошие вещи и все это исправим откорректируем и все это будет наоборот на всеобщее благо даже неплохо бы получилось поэтому не стесняйтесь критики нормально отношусь конструктивной критики поэтому пожалуйста пишите выходите на связь буду только благодарна потому что впереди много идей много задумок но одиночку ребята я не потяну физически не потяну нужна ваша помощь вот поэтому сотрудничество тоже все возможно все рассматривать и коллеги последнее последнее что я вам даю это ссылка на страницу выдачи сертификатов сертификатов будут готовы буквально минут через 10-15 может даже раньше после того как мы закроем вебинар как только сертификат будет готов вам на почту придет письмо уведомление о готовности сертификата из этого письма тоже можно перейти на страницу выдачи ну и там все просто вводите адрес своей электронной почты находите вебинар переходите к выбору способа оплаты оплачиваете и потом закрываете все опять заходите также повторяете те же шаги только вместо кнопочки оплатить у вас появится кнопка скачать если что-то не получается или возникают какие-то трудности в ответ на письмо уведомления вы всегда можете нам написать и мы вам поможем подскажем все будет хорошо в крайнем случае мои координаты тоже здесь есть если что можете мне написать по нашему вебинару я вам тоже постараюсь помочь ну вот коллеги и все на сегодня еще раз большое спасибо всем ждем вас через неделю мы будем смотреть ресурсы где можно найти зарубежные диссертации по различным тематикам для аспирантов магистрантов и не только познакомимся с этими ресурсами ну и посмотрим чем чем они могут нам помочь будет такой небольшой обзор ну и конечно инструкция тоже будет и наверное скачать я ее вам тоже дам ну и на этом мы с вами прощаемся всем хорошего настроения всем удачных библиографических описаний тема конечно заковыристая когда нет образцов нет готовых схем но мы с вами можем их сделать я надеюсь что сделаем качественные хорошие правильные и пусть гост берет их уже у нас за образцы всем счастливо всем удачи и ждем вас на наших следующих вебинарах